Пишу видео для ребят школы, потому что смысл такой. Человек, когда начинает работать с сервером, вот только, да, и начинает что делать? Искать оболочку, да, для сервера. Ребята, особенно ребята школы, эту мысль с головы выбросите раз и навсегда. Да, запомните, любая оболочка, это железные стяжки на вашем сервере, на вашем теле. Они, вся оболочка пишется из плагинов, и вы никогда больше не будете творческим человеком. Вот, установили и все. Запомните, у вас есть, у нас есть инструмент по чарам, идея, мощные инструменты. Давайте просто продемонстрируем, мы потом научимся, все в уроках пройдем. Но это у вас полностью развязаны руки. Хорошо. Ну, во-первых, надо научиться, что делать. Во-первых, что касается научиться, ну, давайте так, по порядку. Мы можем настроить среду. Все будем в уроках, я просто сейчас показываю, что все просто. Надо нам, то есть у меня настроено, да, вот я соединился с сервером. Далее, установлен, вот, вот нам надо виртуальный в рапор, да, кроме виртуального окружения спайта наработать. Все просто. Использовать обязательно клавишу tab в командной строке. Набрали букву V, tab, сейчас не написала, потому что каталога нету. Напишу, когда войду. Когда мы установили виртуальный в рапорт, то мы набираем одну команду. Хорошо, забыли, да, набираем LS на клавиатуре, раз каталоги увидели. Ничего, все перед вами, чем мне это. Дальше, ага, вспомнили. Вспомнили, да? Вот видите, то есть я не буду сейчас набирать, допустим, там переходить каталог, bin, activate. Вот я знаю, что у меня здесь виртуальное окружение. Я просто набираю все, я в виртуальном окружении. Хочу я деактивировать все, деактивировал. Хочу я в другое окружение войти виртуальное. Я то же самое делаю, только ворком. Так, забыл, да, допустим, виртуальное окружение. Ничего, что делаю? Перехожу. Набрал V. Подсказала. V пробел, все. Env просмотрел. Отлично. Вот хочу в блокчейн зайти. Набираю, B набрал, тап нажимаю. Все, отгадала. Зашел блокчейн. Просто, просто, чем не виртуальная среда. Далее, смотрите, я говорил в школе освоить, во-первых, нано или любой другой редактор, либо освоить и освоить Минжет Менеджер МС. Суды МС. Установили. Все, все, все очень удобно, все клавишами. Здесь можно и клавиатурой делать. Пожалуйста. Ну, сейчас, какая, где мне папка такая, где ничего нарушить нельзя. Перешли. Можно при помощи стрелок, можно клавишами. Так, ну, вот, здесь у меня, нет, не здесь. Просто надо знать каталоги Linux, и вы их выучите, если будете работать с командной строкой. Вот, это точно ничего не нарушил. Пожалуйста. То же самое копирование чушто, как и в обычном менеджере. Ну, давайте тут эту папку откроем с этой стороны. Мы сделаем получше. Нам надо документ какой-то. Давайте создадим файл. Создаем сейчас директорию для видео. Да, я себе создаю для работы такой, вот сейчас, да, когда надо было. Просто так и назвал, проект терминал. И создадим директорию видео, да. Потом я его удалю. А, нам надо ее там создать, чтобы нам не искать. Work1. Директорию видео. В ней создадим файл. Любой. Ну, пусть это будет Python файл. Например, там. Mediahost, да. Все. Нам надо быстро на сервер передать. Тут просто не видно. Видно. Пожалуйста. Передали файл. Все. Пошел. Все ушло, да. Среда сообщила. Мы все время на связи с сервером в PayCharm. То есть, никуда ничего не дается. Внизу вон навел. Терминал наш остался. Хорошо. Берем, работаем дальше. Ищем. Здесь наш каталог. Мы знаем, где он. Водинворк мы. Вот эта папочка видео. Хорошо. Хотим просто передать. Можно клавишами, чем хотите. В один ворк. Передадим. Ворк передадим этот файл. Так же, как и обычный менеджер. Работаем. Ничего такого. Просто привычные клавиши. Посмотрите. Например, там. F6 переместить. F5 копировать. Все просто. Ну, давайте переместим файл. Все. Вышел диалог. Переместили. Файл. Наш. Что делаем дальше? Что делаем дальше? Например. Вот наш. Стоп. Я не туда немножко. Я торопился. Не туда немножко переместил, куда хотел. Фу ты. Я другое совсем ищу. Я ищу видео. Двое этот файл. Медиахост наш. Ребят, извините. Я ищу что-то видео. Ну, глюк. Бывает. Смотрите. Пожалуйста. Нам надо где-то работать с несколькими программами. Кто вас ограничивает в соединениях? Да сколько хотите, соединяйтесь. Пожалуйста. Берете просто-напросто. И новое стартуете. Надо вам второй, допустим, чтобы не бегать по директориям. Ну, например. Привожу пример. Берем. Мы сейчас будем работать в одной директории. Будем работать с Apache. Ну, например. Пожалуйста. Навели. Надо посмотреть файл. Нажали F3. Надо редактировать файл. Нажали F4. Все банально просто. Здесь пользуемся Nano. Либо есть и другие редакторы. Сохранить. Control O. Внизу, видите, строку записалось. Нажали Enter. Сохранилось. Хочем выйти. Control X. Все. В этом редакторе, во втором, мы будем работать с другим разделом, чтобы не бегать. Ну, например, будем работать. Нам надо что-то в виртуальном окружении. Быстро набираю. В виртуальном окружении хотим что-то делать. Все. Работаем, если нам надо, с виртуальным окружением. То есть, вот, переключили. Здесь то, здесь другое. Все очень удобно. Если нам надо поправить какой-то файл. Ну, любой файл надо какой-то поправить. Значит, что мы делаем? Сейчас я развернусь. Здесь не видно. Свернулось. Секунду. Все, все. Я посмотрел, все нормально. Надо нам где-то соединиться. Вообще посмотреть файл. Сравнить его. Пожалуйста. Ремонт и хост. То есть, удаленный хост. Просто у меня она свернута. Я развернул пока. Поэтому немножко неудобно. Так, чтобы видео было более-менее видно. Можно сделать, чтобы окно плавало, как хотите. Можно таскать. Как вам удобно. Настраивайте. Сейчас проделаем дальше. Все. Надо нам сейчас прямо сервер. Все очень удобно. Все. Вот сервер наш. Нам надо документ какой-то. Где мы там нашу папку создавали? Видео. Вот сюда, да? Это сейчас, говорю, неудобство, что свернуто так у меня окно. Так оно развернуто. Так, ну, давайте с папки Word. Что-то тут. Пожалуйста. Все. Перетянули. Пожалуйста. Если надо, я его открывать не буду. Открываем, правим файл. Давайте какой-то попроще. Попроще. Чтобы показать еще смысл. Вот я создал файл пока слоны. Мы его сейчас отправим на сервер. Где у нас вторая там? Какая папка у нас? Папка видео. Так, здесь мы работали вот в этой, вот в этой мы работаем с видео. А видео находится у нас в папке Work. Work1. Вот наш файл слон, да? Давайте просмотрим. Да, действительно, вот то, что я создал файл слон. Он это и есть. Хорошо. Мы хотим дальше поработать. Хотим дальше поработать с этим файлом. Посмотреть версии. Мы вот что-то здесь делаем. Нам надо сравнить. Пожалуйста, берем, сравниваем. Все, что хотите, да? Здесь, если развернуть, потом можно сравнивать, можно смотреть код, как в гите, да? Просто-напросто все очень удобно. Хорошо. Нам надо еще третье. Почему? Потому что мы здесь работаем в редакторе. Подключаемся. Еще один хоз подключаем. Здесь мы будем чисто вводить команды. Команды. Ну, например, смотрите. И здесь вот можно вводить команды, но не всегда удобно. Оно в любом случае убирается, да? Здесь нижняя строка. Но иногда я иногда делаю так. Просто здесь работаю, а уже по привычке в другой вести команды, посмотреть папки, чтобы не лазить. Но быстро надо, да? Когда быстро, оно все всегда... Оно получается так. Надо посмотреть. Глянул быстренько. Ага, понятно, каталог какой. Мне надо там в Python тебе тут, да? Все, быстро набрал. П, тап, перешел. ЛС, быстренько посмотрел. Ага, отлично, Агат. Все. Сиди. А, все, ты там. Что надо, посмотрел. И уже понимаешь, что делать. Почему? Потому что, когда так, рыться, это все одно к одному. Но возможности больше. Просто я вам показал, что в Пайчаром мы работаем не так, как показывают там, только клиент там открыли и работают там нечто... У вас здесь есть полная информация. Ну, забыли что-то. Ребят, так не беда. Это ж Linux. Все, все увидели, все посмотрели. Все. Все у вас перед глазами. Понятно. Главное, чтобы вы знали, что вы хотите сами. И каталоги, и работа с удаленным хостом. И вы все время работаете в классной графической среде, где куча всяких фишек. Ну, чем мне работа? Хотите работать с Python, с Kotlin, с сервером работать? Только так, ребята. Только так. Именно только через командную строку. Ну, какая же это уже командная строка, когда у вас такой мощный инструмент. То есть я хотел просто показать смысл, что все проще, все интереснее. Информации на самом деле у нас целая куча. И все удобство. Поэтому, когда вы будете задумываться о своем сервере, то не надо там искать среду бегать. Во-первых, пока вы не начнете работать в командной строке, ничего вы знать не будете. А так, поверьте мне, вот так вот залезете, через неделю вы уже будете все. Вы будете знать каждый уголок вашего сервера. Но это будет ваше знание, понимаете? А не так, что там, где происходит. Все, ребят, спасибо. В школе мы занимаемся, работаем с сервером. Но в любом случае, в любом случае, я говорю, что всегда надо начинать с питон, с пайтом, да? Все, ребят, это было не научить, а показать, чтобы вы не искали себе костыли какие-то. Все есть уже. Все есть. Спасибо. Спасибо.